Принимала почетных гостей сегодня и 11-я школа. Там проходило особое мероприятие, посвященное 40-летию присвоения звания Керчи, города-героя. В начале всех присутствовавших провели в школьный зал боевой славы, где ученики зачитали патриотические стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. Генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза, трижды побывавший в космосе летчик-космонавт Виктор Горбатко, прибывший из Москвы, поблагодарил организаторов встречи за теплый прием и отличное проведение. Ведь память об истории тех военных лет очень важна, а воспитание юных школьников должно основываться на патриотизме. Спасибо вам, что вы делаете, и самое главное, чтобы мы помнили, и чтобы реально был мир на земле. Спасибо. Председатель Совета ветеранов Керчи Николай Китиков в подарок вручил школе книгу о работе ветеранской организации города. После гостей пригласили в музей естественной истории. Открылся он в 1988 году, а в 2005 стал образцовым музеем Украины. Руководство школы придает сегодняшнему мероприятию важное значение. Сегодня очень много гостей в нашей школе. Для того, чтобы встретить сегодняшних гостей, наши ученики очень хорошо потрудились. Потрудились в саду, привели его в порядок. Высадили цветы, закупили ели. И все ждали этого знаменательного дня. Дети должны знать историю Советского Союза, историю космонавтов. Летчик-космонавт Виктор Горбатков в саду школы торжественно посадил голубую ель со словами «Счастливый человек – это тот, который за всю жизнь посадил хотя бы одно дерево». В жизни каждого человека имеет огромное значение. Почему? Потому что не зря говорят, что человек, посадивший дерево, он сделал хорошее добро на земле. По мне посчастливилось. Их сажать много. И сегодня в этой школе, в этом саду, это для меня и честь, и гордость того, что мое дерево, которое я сегодня посадил, будет также расти в этом прекрасном саду, в саду прекрасной школы.